Когда мы задаемся целью верить в Бога, то как для нас этот Бог представляет? Я говорю этот, это не значит, что я пытаюсь его оскорблять, просто вот этот, потому что у каждого он свой конкретный Бог. Хотя все утверждают, что Бог для тех един, но согласитесь, что это с огромной натяжкой. В подавляющем большинстве люди верят в своего Бога, в Бога конкретной религии. Ну ладно, это, как говорится, отдельный разговор, сейчас нас интересует следующее. Значит, получается, как верят люди в Бога? Кто-то искренне поклоняется Ему, кто-то понимает, что вот Бог есть искренне и действительно по-человечески очень глубоко любит Его и верит в Него, вот именно верит. Но если Бог есть, тогда остается любому другому человеку, для которого Он есть, только лишь верить в Него и быть рядом, подражать Ему. Но ни в коем разе человек не способен тогда уже, при наличии Бога в его жизни, не способен совершенствоваться в бесконечности. А мы знаем, что в этом мире, и науки все доказывают это, и жизнь человека доказывает это, что в мире нет ограничений. Ничему, ни для чего нет ограничений. Все развивается бесконечно. А значит, если для нас есть Бог, и мы понимаем, что наше развитие Его направлений конечна, ну, конечна хотя бы по той причине, что Он есть, дальше Бога не пойдешь. Дальше, скорее, как говорится, не прыгнешь, понимаете, да, потолок есть. Вот Бог и все. Хотя некоторые начнут утверждать, что Бог – это бездонный потолок, там, и так далее, и тому подобное. Ну, не скажите. Не скажите так, потому что, если бездонный потолок, значит, тогда можно встать на место Бога, понимаете. Но на место Бога вас никто не пустит. И попробуйте только немножечко об этом задуматься, еще не дай Бог об этом кому-то сказать. Вам тут же, как говорится, дадут по шапке и отправят вниз, поклонятся Ему, но ни в коем случае, чтобы вы не зарились на Его место. То есть, все-таки, это вот очень такое, понимаете, голословное явление, что вот как бы бездонное отношение к Богу, и в сторону Его развития тоже бездонности существует. На самом деле, ее нет, совершенно нет. Те религии канонизированы, а значит, имеют потолок, предел для тех, кто этой религии посвящает свою жизнь, кто ей поклоняется. Значит, получается, если есть Бог, значит, есть предел в развитии. В этом случае, вспоминая выражение того же Владимира Ленина, я не могу с ним не согласиться, что религия, любая религия, это опиум для народа. В общем-то, справедливые слова. Но с другой стороны, мы все прекрасно с вами понимаем, что Бог вообще-то есть. Есть, но он не должен быть вот таким, где есть предел. Но смотрите, если есть Бог, да, то мало того, что есть предел, но еще и есть желание Его сместить. Ну, мы знаем прекрасно, что огромное количество всевозможных черных течений, дьявольских учений, где ставят противовес Богу какое-то существо, какого-то сатану придумывают, или даже сами люди сатанисты стремятся сместить Бога, стать на его место только с черной стороны. То есть получается развеять, уничтожить Бога, и мы вот Боги, ну теперь черные. То есть когда есть Бог, понимаете, то всегда есть определенное количество масса людей, которые стремятся занять его противоположную сторону, черную сторону, или сместить его и уничтожить вообще, или же воспринимают его как гордыню, которую даже ненавидят, понимаете? То есть или же поклоняются, говорят, вот Бог, а я рядышком, то есть останавливают себя в развитии. Вы чувствуете, что когда есть Бог для человечества, любой Бог, неважно какой религии, то человечество выглядит именно так, как оно выглядит сегодня. То есть разрозненно, всевозможные направления, течения, религиозные, консенсум, и чего только нету. Я даже не хочу эти слова какие-то иностранные вспоминать, потому что неинтересно ли, суть вы уже уловили, вы уже поняли, о чем идет речь, что мир становится таким, какой он есть сейчас, если есть Бог у вас. А давайте предположим, что Бога нет, на самом деле он есть, конечно, что Бога нет, но есть, это доказали, слава Богу, сегодняшние ученые, есть в нашем сознании, в наших конкретных мозгах место для Бога. То есть есть определенный участок в нашем мышлении, где мы отводим его как раз именно для Бога, ну, для этого состояния. Но если это так, и такой участок есть в каждом сознании человека, в любом человеке, да, то получается, через вот эти участки мы все едины на земле. Мы вот этому участку, который играет роль Бога у нас в сознании, в голове, отдаем бразды правления своей собственной жизнью, своим, так сказать, жизненным опытом и так далее, и тому подобное. То есть мы с вами можем тогда уже по-другому отнестись к состоянию Бога, если такие центры есть, а они есть. И это будет наиболее правильным, что я, каждый из вас так решает, хочу стать Богом, Богом своей жизни, Богом всего этого мира. И если я достигну совершенства и обладею вот этим участком сознания в моей голове, а через него посвящены все люди друг к другу, то значит, я буду настолько совершенен, что стану Богом. Не только для себя и для своей жизни, но и для всего мира. То есть у человека открываются огромные бесконечные перспективы тогда. И он действительно, идя по этому пути просветления себя, своей сущности, натуры, морали и поведения, он действительно становится чище и необходимее социуму. Ему не надо никого смещать, ему нужно просто достигать этого состояния, через которое объединены все люди на Земле. Это нормальное явление. Слава Богу, что ученые об этом заговорили. И это надо использовать. Именно это я предлагаю взять за основу от лица моего учения, логика предметно-безпредметных островов, что да, Бог есть, но Он есть в каждом вот этим участком, вот этим сознанием, и каждый просто обязан, если он действительно хочет развиваться, не стоять на месте и не деградировать, обязан достигать этого состояния и обладевать этим участком сознания, чтобы полностью обладать вообще всем сознанием, даже коллективным, и для всех стать Богом. Вот все абсолютно люди должны к этому стремиться, к состоянию Бога. И в один прекрасный момент все человечество может так вспыхнуть ярким развитием и объединиться в обновение, что это будет действительно сияние божественное, а не цивилизация. Просто это будет цивилизация, которая будет наименоваться божественным сиянием. И такие цивилизации наверняка существуют в космических безгранищах телеском бездомии. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим вот о чем, что пока есть Бог такой, как Он есть сейчас во всевозможных религиях для людей, то возникает вот этот мир, наш сегодняшний мир, где Бога хотят сместить, или Его кто-то ненавидит, или хочет не верить в Него, или хочет верить, но так, чтобы быть рядышком, ничего не делать. То есть возникают какие-то ленности, какие-то апатии. Да, все уже и так Богом продумано. Да, махнул рукой, что я могу, только на все воля Божия говорим. Понимаете, то есть это и руки опускаются, и драки разные, и всевозможные войны, и черные вот эти вот сатанинские дела, которые хотят уничтожить Бога, и насадить свою мордобойную психологию на земле. То есть вот это все в трастри из-за того, что якобы есть Бог вот такой вот, для всех там сидящих где-то или находящихся где-то. Да нет, давайте верить нормальному, настоящему Богу. Бог не имеет даже имени. Если мы называем Бога даже Богом, мы уже кочувствуем. Ибо просто даже упоминая Его в суе, мы уже не правы. А уж называя Бога каким-то именем, мы вообще далеки от этого. Потому что Бог во всем совершенно. И имеет те имена. А почему? Потому что у каждого, если еще раз напоминаю этот участок сознания в нашей голове, у каждого, да, и через этот участок мы соединены все божественно. Мы все люди Бога. Мы все Боги. Только не понимаем этого. И вот каждый человек, нужно еще раз подчеркивать, стремиться должен к божественности, становиться Богом. Вот простор завтрашнего и сегодняшнего уже дня развития цивилизации и общего человечества. Вот куда я призываю идти. А не отдаваться конкретному Богу, выставляя Его как гордыню на покат. Как бы ты Ему не молился, как бы ты Ему не преклонялся, найдутся другие, которые будут ненавидеть твоего Бога и восхвалять только своего. Которые будут даже пытаться ставить другого Бога на это место. У тебя или у тебя, или вообще у всех. И даже противовес Ему, негативного, черного Бога, что угодно. Вот все разные из-за того, что Бог, вот Он и все, канонизированный. Уберите Его. Он есть, никто Его не отрицает. Но есть немного иначе. Вот у меня, я когда писал первый роман «Астральное тело», «Комарок или начало магии», там прямо вот на первой странице начинается уже, когда приходит в гости друг детства, главному герою Сергею Истине. И тот спрашивает Сергею у своего друга, есть ли Бог на свете? А друг отвечает «Бога нет, но есть что-то вроде Него». Во как! И вот тогда еще, тогда, много лет назад я это все понимал, а сегодня я вам говорю почти открыто и откровенно, научитесь правильно верить в Бога. мир и добра вам!